В Екатеринбурге погиб первый в этом официально еще даже не открытом мотосезоне байкер. Обстоятельства этой трагедии не вполне очевидны. Столкновение мотоцикла «Дукатти» с автобусом «ПАЗ» произошло в понедельник в 8.40 вечера на улице Челюскинцев перед железнодорожным вокзалом. Водитель автобуса 01-го экспресса, аэропорт-вокзал, утверждает, что даже не заметил, как произошла авария. Так, я ехал со стороны Свердлово, Чечелюскинцев, при вокзале площадь, перед поворотом я смотрел в встречную полосу, никаких транспортов не было, никаких машин, никаких этих, и спокойно я повернул налево. После этого я услышал в чем, услышали это, остановился, вышли и лежал в мотоцикле. А никакого удара, никакого этого я не слышал. По словам очевидцев, этой аварии мотоциклист двигался со стороны проспекта Космонавтов в направлении улицы Свердлово по Челюскинцев. Государственного регистрационного знака на его «Дукатти» не было. Когда автобус начал поворот, видимо понимая, что столкновения не избежать, байкер, что называется, положил мотоцикл на асфальт и уже в лежачем положении въехал в колесо автобуса. При этом на корпусе «ПАЗика» не осталось даже царапин от столкновения. Какие-то есть повреждения на автобусе? Нету, нету в автобусе нет. Царапина нет. В поле обошли, после смотрели. Вы даже удары в автобус не слышали? Удара нет, нет. Просто что услышали, мы сразу остановились. Думали, что-то заделилось. И сразу подошли мотоциклесты. Огородили лежачего мотоциклеста, аварийным знаком он там лежит. И все. И начали звонить, а тут две ребята. Я говорю, давайте я позвоню. Они быстренько позвонили при мне. Восемь сорок. Слова водителя инспекторам подтвердили и пассажиры экспресса. Всего их было восемь. Никто из них не почувствовал столкновения. Тем не менее, у мотоцикла оторвало бензобак, а на шлеме мотоциклиста остались следы краски, такой же, какой окрашен автобус. Сразу после аварии мотоциклист был жив. Ну, он дышал, он дышал. В сознании был? Нет, он дышал, мы что-то почувствовали. Но мы с ребятами посоветовали, тихонечко сняли. Ну, вот это, кашку у него. Да, чтобы дышать было легче. Пострадавший байкер, 28-летний Василий, скончался через час после доставления его в реанимацию 23-й горбольницы. Примечательно, что и водительский стаж рулевого автобуса тоже 28 лет. То есть за баранку он впервые сел тогда, когда Василий только родился. Знакомые погибшего парня утверждают, что и он не был новичком в управлении мотоциклом. А то, что его Дукати не имел номеров, объясняют тем, что мотоцикл был совсем недавно приобретен и еще не поставлен на учет в Каиле. Субтитры создавал DimaTorzok